Доброе утро, любимые! И пока еще февральский Ульяновск. Привет, ВЕС 73-й регион. Второй рабочий день короткой трудовой недели объявляется открытым. Кстати, Андрей, что-то давно мы не слышали от тебя заветных цифр. А, я думал еще рано, но уж раз ты так просишь, Катя, настаиваешь, можно сказать, пожалуйста, день сегодня у нас какой? 25 февраля, четверг. Да, по Григорианскому календарю, это 56-й день года, значит, это что до нового года остается всего лишь 309 дней. Всего ничего, но сейчас наши мысли, пожалуй, так же далеко от дневного праздника. Мы скорее с нетерпением ждем весны. Ну, конечно, Катя, чтобы на улицах стало, наконец, теплее, чтобы весь этот снег, которого некоторым не хватало в самом начале зимы, наконец-то стал таять. Ну, нам для того, чтобы насладиться прелестями весны, к коим, естественно, относятся цветы, ждать не нужно. Да, ведь за цветущие настроения в нашей студии каждый день отвечает партнер программы «Салон, цветы и штучки». Этим утром для вас работаем мы, Екатерина Мазыряк и Андрей Сафронов. Мы начинаем. Утро с репортером – это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы – спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». 2021 год в Ульяновской области объявлен годом детского спорта. И на этом 73-й регион останавливаться не планирует. 2022-й станет у нас годом спорта студенческого, 23-й спорта корпоративного, 24-й год посвятят физкультурным достижениям старшего поколения. Ульяновская область уже получила согласие и заручилась поддержкой Федерального Минспорта и закрепила намерение в соглашении о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культуры и спорта. Документ станет хорошим подспорьем в деле развития спортивной инфраструктуры, строительства, реконструкции и материально-технического оснащения объектов. Соглашение позволит нам и дальше успешно выполнять задачи, которые поставил президент в федеральном проекте «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Тему спорта и здорового образа жизни в своей рубрике продолжит Оксана Галеева. Ей слово. Доброе утро! С вами Оксана Галеева, руководитель студии «Йога.Лайф». Наше время, наше современное время, когда мы подвержены гиподинамии, малым движениям, даже молодые люди, я знаю, что страдают от своей спины, позвоночника, плохих ощущений, болей, скованности, зажатости. В йоге и в йога-терапии есть прекрасные комплексы для мобилизации мышц спины и самого позвоночника. И сейчас я хочу познакомить с вами с теми упражнениями, которые вы сможете сделать у себя дома. Но если вы хотите знать больше, пробовать, вы всегда можете прийти на классы йоги. Итак, сейчас вам понадобится коврик и немного пространства. Можно сделать это прямо сейчас, перед работой, либо вечером, после рабочего дня. Мы встаем в позицию кошки. Ручки у нас под плечевыми суставами, колени, под тазобедренными суставами и под тазовой чашей. Наша спина пока ровная, ровная как стол. И мы начинаем постепенно разогревать ее. Вытянем седалищные кости вверх, прогибаем грудину, соединяя лопатки и смотрим, насколько можем, вперед. И далее идем волной. Подтягиваем на себя тазовую область, округляемся в лопатках и опускаем шею, макушку вниз. И снова волна пошла со вдохом вперед и с выдохом вниз. Когда мы делаем волнообразные движения по позвоночнику в позиции марджориасаны, подтягивающейся кота, вы можете не задумываться о дыхании, потому что ваше дыхание прочитает движения вашего тела и будет так, как комфортно вашему организму. То есть оно будет накладываться на движение. И на каждом прогибе будет вдох, на каждом вытяжении спины выдох. После этого мы должны проработать мышцы, которые отвечают за наклоны. Таким образом, мы встали как стол в ровное положение, потянули животик. Смотрим на свои пяточки и поворачиваем тазовую чашу тоже ближе к плечу. Вернулись в другую сторону. Поворачиваем плечи и тазовую чашу. И еще плечи и тазовую чашу по направлению друг к другу. Если посмотреть сейчас на меня сверху, то будет положение работы буковки С. То есть плечо и тазовая чаша поворачиваются друг к дружке. Дальше. Мы с вами должны теперь проработать мышцы вдоль позвоночника, которые отвечают за скрутку, за ротацию. Я предлагаю сделать такие упражнения. Вытягиваем локоть вверх и ставим на место. Еще локоть вверх и на место. Вы можете себе немножечко углубить и нырять под ручку. С одной стороны локоть вверх и нырять с другой стороны. И продолжайте это несколько раз. Это один из вариантов йога-терапевтической мобилизации позвоночника и спины. Начните хотя бы с него, ну либо вспомните, те, кто его уже знает. Ну что ж, я вам желаю прекрасного дня. Оставайтесь всегда здоровыми и в хорошем расположении духа. В Ульяновской области определили объекты благоустройства на 22-й год для онлайн-голосования на всероссийской платформе. Жители Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска, Инзы, Барыша, Сингелея и Силикатова могут ознакомиться с дизайн-проектами и отдать свой голос за понравившийся с 26 апреля до 30 мая 2021 года на сайте zagorodsreda.ru Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2022 году. Голосовать можно с 14 лет, засчитывается только один голос. На онлайн-голосовании представлены дизайн-проекты по благоустройству 17 общественных территорий. 6 в Ульяновске, 3 в Димитровграде, по 2 в Ульяновске, Барышей и Силикатном и по 1 в Индии и Сингелеи. Всероссийская платформа голосования запущена Минстроем России и автономной некоммерческой организацией «Диалог регионы» для жителей всех субъектов Российской Федерации и доступна в каждом регионе. Цель – создать современные возможности для участия людей в развитии своих городов и поселков в удобное для них время и формате. Также платформа позволит объединить и получить мнение максимального количества граждан. В дальнейшем платформа станет порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень территорий к реновации в конкретном городе или регионе. Ну а пока мы говорим о благоустройстве в будущем времени, я предлагаю вернуться в настоящее и посмотреть рубрику о главном. А пока ульяновцы голосуют и выбирают объекты для благоустройства, инвестиционные планы уже готовы. Закрепить результаты и запустить новый инвестиционный цикл стратегии экономического развития региона на ближайшие три года. Главный инструмент достижения цели – меры поддержки инвесторов. Снижение ставки налога на прибыль до 10% остается из новшеств – соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Его участникам возместят часть затрат на строительство, модернизацию производства и на уплату процентов по кредитам и займам. Это создание прозрачных и прогнозируемых нормативных условий для работы бизнеса и реализации инвестиционных проектов через механизм стабилизационной оговорки. Ну в общем-то здесь вот как раз господин Иванов, как первый заместитель министр, об этом говорил. Во-вторых, механизм возмещения затрат инвесторов на любую инфраструктуру в объеме уплаченных инвесторам налогов. Еще один рабочий инструмент – возведение новых производственных корпусов. Опыт показывает, один вложенный в строительство бюджетный рубль приносит около 17 рублей налоговых платежей резидентов. Свободные территории есть, есть и спрос. Дополнительные готовые площади уже сегодня требуются для 14 компаний из пяти стран мира. Плюсом регион наращивает технологическую привлекательность. В сельских районах появятся новые ветропарки. Через три года суммарная мощность всех источников зеленой энергии достигнет 1 гигавата. Этого хватит, чтобы закрыть потребность в энергии третий всех предприятий Ульяновской области. Воспользоваться инструментами могут не только инвесторы извне. Региональные бизнесмены также в деле. Полтора миллиарда инвестиций оживили ульяновское мукомольное производство. Тотальная модернизация оборудования позволила выдавать за воду по 250 тонн муки в сутки. Хлебопекарный и общего назначения. Общее назначение это не означает, что она чем-то хуже. У нее просто параметры другие необходимы просто для других целей. Например, с одной можно выпекать булочки, со второй можно выпекать пряники или печенье. Зерно привозят разные. И пятый класс, и четвертый. То есть хлебопекарный – третий, четвертый класс. Ну, естественно, иногда бывает и фураж пятый класс. Но мы его тоже принимаем на хранение. Ульяновская область в этом году у нас рекорд очевидной поставила. Так что зерно достойного качества. 90% зерна местное. Основной поставщик – Целинский район. После лаборатории машина разгружается, заполняя бункеры. Отсюда по транспортеру со скоростью 5 метров в секунду зерновые реки протекут на следующий этап производства. Мы сейчас вот включили маршрут приемки автомашин. Вот вы видели, вот сейчас машина выгружается. Вот она выгружается вот в этом месте. Который идет на рабочее здание и подается в филоса. В будущем планируется увеличить мощности производства в два раза. На уровне регионального правительства обсуждается возможная помощь перспективной площадке. И в целом развитие сельскохозяйственного производства остается в приоритете. Для инвесторов АПК – особые условия. Регион готов компенсировать до 50% затрат инвестора на начальных этапах. При закупке строительных материалов, оборудования и спецтехники. В инвестиционном портфиле области уже сейчас 12 таких проектов. Общий объем инвестиций – более 4 миллиардов рублей. Мясокомбинат в Чердоклинском районе – один из тех, кто воспользовался помощью региона. Предприятие работает полгода, пока только на 15% всей производственной мощности. Однако результаты уже впечатляют. Мы произвели, скажем так, забили, произвели мясо где-то 170 тонн и полуфабрикатов где-то 150 тонн. Всего лишь за 6 месяцев с небольшим. То есть поэтому, а это, как я уже сказал, это 10-15% от наших мощностей. Еще один новый и не менее важный инструмент – реформа контрольно-надзорной деятельности. Приоритет – снизить административное давление на бизнес, упросить регуляторику. Тем самым создать максимально комфортные условия для входа на территорию 73-го региона. Экология под контролем, мониторинг усилен. Благодаря тепловой карте станет возможным оперативно определять источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В прошлом году сотрудники Министерства природы и цикличной экономики провели переговоры с Ульяновским госуниверситетом и Институтом глобального климата и экологии имени Академика Израиля о сотрудничестве в части изучения климатических условий на территории Ульяновской области. В результате чего проведут оценку уязвимости территории нашего региона к современным и прогнозируемым изменениям климата, в том числе по климатозависимым секторам экономики. Здоровье населения, сельское, лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ, туризм, охрана природы. Ну а еще разработают региональный план адаптации к изменениям климата. И никто не забывает о региональном проекте «Чистый воздух», цель которого к 2024 году снизить объем загрязняющих веществ на территории Ульяновской области до 20%. Что еще интересного происходит в 73-м регионе, расскажем далее. Почему именно скульптура, а не живопись? И Любовь Александровна ответила. Причем даже не задумываясь, потому что для нее это уже сложилось в душе, эта формулировка, что в живописи все проще, там цвет. А мне хотелось воплотить жизнь, ее разнообразие в серой тяжелой одноцветной глине. Человек исключительного дарования и энергии. Так отзывались о любови турской современники. Скульптор – профессия не женская, требующая больших физических и духовных сил, преодолевая материал и собственные слабости. Именно так работала Любовь Александровна. Еще в детстве маленькая Люба тянулась к искусству. После девятого класса поступила в Ворошиловградское художественное училище на отделение декоративной скульптуры. Когда мы слышим декоративную скульптуру, она как-то, да, девушка, ну что, там каких-нибудь кошечек, девушек с веслом. Но нет. Даже обратите внимание, у нее дипломная работа, Иван Сусанин, скульптура метровая или даже чуть побольше. Окончив училище, девушка родом из Минусинска Красноярского края отправилась поступать в Ленинград, в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Однако двери учебного заведения для турской распахнулись не сразу. При приеме на скульпторов был лимит, что на 23 человек брали только одну женщину. И первые годы ее не взяли. Она устраивается работать уборщицей, стопняком в это же здание, моет полы, заготавливает дрова, топит печи. И параллельно старается что-то тоже перенимать. На следующий год опять пробовать поступить, но надо было принять какую-то родственницу известного художника, и опять не получается. И только в 54 году с третьей попытки она поступает. То есть представляете, какая сила характера. После института она работала в Свердловске, и там сразу очень мощно заявила о себе. Одна из самых сильных ее работ той поры – восстание уральских углежогов. С первых же творческих шагов Турской за ней признали талант творца многофигурных масштабных композиций. Ее почерк – энергичная, крупная лепка – предполагал силу и невероятную работоспособность. Она вообще была выдумщица. То, что, ну, я не знаю, если бульгарно сказать, вот по-дворовому заводила такой. Поэтому она, допустим, была в Союзе художников, отвечала за творческий сектор, организовывала всех художников на выезды, на этюды. Тоже пару раз я был, что-то там красил, но мешал им, конечно. В наш город Турская вместе со своим супругом и коллегой Анатолием Клюевым переехала в 1967-м. Ее ульяновский период жизни современники сравнивают со вспышкой молнии – яркой, мощной и очень короткой. Сильная, энергичная и вспыльчивая, незаурядная. В 1968-м Любови Александровне присвоено звание заслуженного художника РСФСР. В 1969-71 годах она избиралась депутатом ульяновского гурсовета. Но при этом она не просто там где-то что-то подписывает, руку поднимает, она действительно вникает, Блохинцев пишет, что это никакое сравнение нет с Екатериной Артемьевной Погомоловой, которая до этого старалась как-то манкировать этими обязанностями. А Турская действительно всему отдавалась с полной отдачей. Ну, понятно, там по делам культуры. Но ей давали иногда поручения к культуре, не имеющей отношения. То есть она, допустим, готовит для горсовета справку о работе северного трамвайного депо. Или там по каким-то еще вопросам. Причем действительно ко всему подходит очень ответственно. Но такой уж был у человека характер. Любовь Александровна Турская трагически погибла 15 июля 1971-го в автомобильной аварии. На ее могиле установлен скульптурный памятник работы сына, скульптора Олега Анатольевича Клюева. Я ее очень любил. И память, она избирательная. Но я почему-то вот те моменты очень хорошо помню. Особенно я ее любил, когда меня вела в детский мир в Москве после выставки в Манеже. Сильная, волевая, талантливая. Выставка, посвященная прекрасному человеку и выдающемуся скульптору, открыла свои двери в Государственном архиве Ульяновской области. Здесь представлены порядка ста фотодокументов, посвященных Любови Турской. Работать выставка будет до 5 мая. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Для выхода нажать зеленую кнопку. Не нужно ждать, нужно жать. Новые трамваи оборудованы специальными кнопками, которые позволят открыть дверь вагона. В дневное время при большом пассажиропотоке, а также в часы пик, удобнее, самое главное, безопаснее использовать централизованную систему открытия дверей. Но когда в салоне остается один или два пассажира или несколько человек ждут на остановке, то любой из них может воспользоваться адресной кнопкой, которая откроет нужную дверь и позволит зайти в салон. Открыть дверь самостоятельно можно как снаружи, так и изнутри. При остановке вагона кнопка подсветится зеленым. Больше никакой манипуляции не требуется. Перед началом движения двери закроет водитель трамвая. Блокировка отключена, поэтому пассажиры на данный момент могут воспользоваться ею. То есть сами открывают дверь. Если я сейчас вот нажму, перечеркнутую, то есть я ее заблокировала, и уже никто ее на ходу не сможет открыть. Блокировку отключают в утренние и вечерние часы, когда хорошо просматривается салон и посадочная площадка. Замешкавшихся на улице водитель впустит сам. А вот выскочить по-быстренькому на светофоре не получится. Система работает только на остановках. Это, во-первых, сохраняет как тепло в салоне, так и, значит, сохраняет электроэнергию, экономия электроэнергии. Ну и, естественно, механизм дверной меньше изнашивается. В прошлом году на ульяновские рельсы встало 29 новых трамваев. Увы, несколько вагонов не обошли сводку ДТП. Были столкновения с автомобилями и сход с рельсов. В суровую зимнюю пору дорожное движение требует повышенного внимания от всех участников. Есть такие моменты, когда или какие-то посторонние предметы на рельсах остаются во время движения автомобилей, или просто нам закатывают трамвайные пути до такой степени, что покрываются они большим толстым слоем льда. Естественно, трамвай может сойти с рельсами. Но мы стараемся, служа пути нашего предприятия, реагировать на данный вопрос. У нас есть аварийные службы, которые немедленно выезжают на такие случаи. Негативные показатели за прошлый год снизились на 26,5% ни одной аварии с тяжкими последствиями. Электротранспорт остается стержнем пассажирских перевозок в областной столице. В этом году обновление предстоит троллейбусному парку Левобережья. Вера Мещерякова, Юрий Давыдов, репортер 73. Вера Мещерякова, Юрий Давыдов, репортер 73. приступает к выполнению нацпроекта «Производительность труда», что также позволит увеличить промышленную мощь предприятий с применением бережливого производства. Аграрный сектор также набирает обороты. По итогам прошлого года в сельском хозяйстве существенно увеличилась численность всех видов животных и отмечен рост объемов производства продукции. В 2021-м продолжится реконструкция существующих ферм и строительство новых комплексов. Одно из приоритетных направлений развития – рыбоводство. В прошлом году объем производства товарной рыбы достиг 197 тонн. В этом году планируется увеличить показатель на 15%. Готовимся к паводкам. В администрации Ульяновска утвержден план по защите сооружений и объектов городского хозяйства. В частности, коммунальщикам необходимо заблаговременно восстановить водоотводные каналы в Мостовой Слободе, Вырыпаевке, Дачном, Луговом и Боротаевке. Кроме того, необходимо подготовить пункты возможного временного размещения людей в случае паводка с соблюдением мер безопасности в условиях пандемии. С 25 февраля городские спасатели приступят к расчистке русла реки Сельдь от поваленных деревьев. Со второй декады марта начнется активный мониторинг за паводковой обстановкой. Пройдут беседы с жителями, подверженных затоплению районов. Через три месяца вы все уйдете на фронт и будете командовать людьми старше себя. И от того, как вы станете это делать, будет зависеть исход нашей войны с фашистами. Сейчас у этого фильма начинается самая главная жизнь. Этот фильм будет показан школьникам, студентам по всем городам, даже небольшим городам России. Этот фильм пойдет на Западе, этот фильм пойдет по всему миру. Этот фильм идет теперь сам. У него теперь будет своя жизнь. И не беда, уверен Угольников, что премьера подольских курсантов провалилась в прокате, не собрав достаточного количества зрителей из-за пандемии. Великому Сергею Бондурчуку однажды тоже не повезло. Они сражались за родину Сергея Федоровича Бондурчука. Он был в прокате на восьмом месте. И Бондурчука обвиняли, что же вы сделали картину, которая провалилась в прокате. Сегодня это фильм-легенда. Классическое произведение по великой отечественной. Создатели курсантов убеждены, по уровню эмоционального воздействия их работа может стать в один ряд с шедеврами советского кино на военную тему. Я уже прожил практически, ощутил на себе две войны, потому что мы снимали фильм «Батальон», когда мы жили в условиях 2014 года. И ты погружаешься в это полностью. В подольские курсанты ты не выходишь из этого в течение трех месяцев и возвращаешься с трезущимися руками, потому что ты снова переживаешь, снова и снова все переживают одно и то же. И отойти от этого чувства очень сложно. С 9 декабря прошлого года, пока подольские курсанты шествуют по экранам страны, этот фильм благодаря содействию Российского союза молодежи посмотрело уже сотни тысяч молодых зрителей от Дальнего Востока до Калининграда. Собственно, на молодых в первую очередь эта картина о подвиге их ровесников и рассчитана. На сегодняшний день уже посмотрело более ста тысяч молодых людей. И в планах, в планах по Ульяновской области этот фильм должны посмотреть более 25 тысяч человек. 25 тысяч – это школьники, это студенты, это молодые люди в возрасте до 30 лет. Посмотреть абсолютно бесплатно. Очень хочется, чтобы история 80-летней давности тронула сердца и души будущих зрителей. А для одного из продюсеров подольские курсанты уже стали глубоко личной историей. Работая над картиной, занимаясь архивом Министерства обороны, я нашел своего погибшего детства, который пропал без вести в народном ополчении, и мы ничего о нем не знали. А оказывается, он строил Ильинский рубеж в сентябре месяце. И погиб 7 октября в 40 километрах от Ильинского рубежа, в день, когда подольские курсанты зашли на рубеж. Молодец, Лавров. Если бы своими глазами не увидел, не поверил бы. Ярослав Щедров, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Какого праздника нам не хватает в нашей стране? Чтобы прям красный днём календаря сделать и выходным днём? День Петра и Февронии. Почему? Ну, не знаю. Просто все почему-то празднуют иностранный праздник. День Святого Валентина, а Петр и Феврония как-то не очень. Мне кажется, у нас полно праздников в России. Даже с избытком, мне кажется. То есть, а какой бы убрали бы тогда, может быть? Какой убрали? Нет, никакие бы не убирал. Оставил бы все. С избытком же. Ну, отдыхать не работать, как говорят у нас. Поэтому, я думаю, праздников достаточно. А добавлять какие-то? Я не знаю. Наверное, не знаю смысла. Добра. Праздник добра? А что вы этот... Как бы его праздновали? Добро что-нибудь делала. По-моему, у нас в России очень много праздников. Всего хватает. Всего хватает. Мы, может быть, все-таки что-то позаимствовать или по хобби, по интересам что-нибудь хотели, чтобы мы отпраздновали? Не надо ничего праздновать. Хэллоуин. Хэллоуин? А почему? Да. Ну, у нас его не отмечают. Так, это вообще классный праздник. Также какие-нибудь мероприятия проводить. Также выходные в этот день. Чтобы все это распространялось именно у нас. Потому что у нас в России этого нет. А так хотелось. Да, все достаточно. Хватает праздников. И выходных дней тоже хватает. И выходных хватает. Стандартный праздник такой же, как День Святого Валентина, но он не наш. Я сейчас не помню просто правильно, как это название вот этого праздника. Но вот летом вот этот праздник нужен, потому что... Ирина, ты не помнишь? А, Петра и Февроньи. Вот я имею в виду. Вот этот вот праздник нужен был бы, как выходной день. Честно сказать, я бы 8 июля сделал бы красным днем. А почему? А потому что это праздник, день семьи, любви и верности. Так что вот это бы я бы еще добавил. А больше? Больше таких нет праздников. Я просто к праздникам отношусь, что для меня это как обычный день. Вот если праздновать, то праздновать каждый день. Вместо формы – хоккейные свитеры. Вместо погон и знаков отличия – игровые номера. Ульяновские силовики в День Защитника Отечества вышли на лед, чтобы защитить честь своих ведомств в матчах Кубка Героев. Почему спорт? Потому что спорт – это есть духовная составляющая, физическая. Не достичь результата без упорства, связанного над работой над собой, над своими результатами. Ну и, конечно же, это закаляет морально и физически будущих защитников, патриотов нашей великой прекрасной Родины. Без спорта никуда. Кубок Героев посвящен памяти погибших воинов-десантников. Инициатива проведения соревнований принадлежит 31-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. При этом в стороне не остался никто. ОНФ, региональный Минспорт, областное отделение межрегиональной организации ветеранов разведки, войск специального назначения, РОСА. Мы организовали среди силовиков, чтобы показать и молодому поколению, что сегодняшние защитники играют в хоккей. Это вид спорта сильных людей. И к этим показать и привлечь больше молодого поколения к спорту. К слову, молодое поколение, вот оно на трибунах, активно поддерживает своих отцов, дедов, братьев, друзей и сослуживцев, которые, отложив табельное оружие и взяв в руки клюшки, вышли на лед. Практика именно хоккей и шайбы есть, потому что играем в ночной хоккейной лиге. То есть на коньки и шайбы обращаться маленько умеем, скажем немножко так, да. Поэтому готовы играть, готовы за здоровую жизнь. Хоккей – это движение, а движение – это жизнь. Движение в первый день турнира было хоть отбавляй. Стремительные контратаки сменялись позиционной обороной. Вратарям приходилось выделывать немыслимые кульбиты, чтобы останавливать шайбы. Что интересно, и победители, и проигравшие уходили с площадки исключительно с положительными эмоциями. Как во всякой игре, что-то не хватило, где-то не доработали, где-то не успевали, поэтому так и получилось. Но самое главное – хорошее настроение. Сегодня праздник, праздникам всех. Кто в погонах, кто без погон, кто защитниками были когда-то, кто будет. Всех с праздниками, всех благ, всего хорошего. Говорить о победителях и проигравших пока рано. Турнир одним днем не ограничивается. Финалы пройдут 25 февраля. Команда «Победитель» получит переходящий кубок памяти гвардейцев-десантников. Субтитры создавал DimaTorzok С гелем-активист. С гелем-активист в активную жизнь. Здравур! Скотине давай регулярно. Яйца, мясо, молоко будут постоянно. Наступает. Время создавать новое. Время оттачивать свое мастерство. Будь безупречным в детали. Лучше не случая. Гросс. Гарантия совершенства. Боль в горле заглушает все вокруг. А что если это не просто боль, а воспаление и инфекция? Какой бы ни была причина боли в горле, Септолета Татал с цитилперидиней хлоридом оказывает антисептическое действие и помогает снимать воспаление. Септолета Татал. Твое горло. Твоя сила. По данным сайта ГИСМЕТИО, 25 февраля в Ульяновске пасмурно. Снег. Температура воздуха по области ночью минус 24, минус 28. Днем от 15 до 19 градусов ниже нуля. В городе температура воздуха ночью минус 25, минус 27. Днем минус 16, минус 20. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Детским школам искусств новая пианино. Дело в том, что сертификат на получение музыкальных инструментов в главе региона передал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Благодаря Минпромторгу 26 пианино марки Михаил Глинка М3 поступят в 25 детских школ искусств Ульяновской области. По нацпроекту «Культура» только в прошлом году порядка 23 миллионов рублей было выделено из федерального, регионального и местного бюджетов на приобретение новых музыкальных инструментов и оборудования. На эти средства оснащены Барышевская детская школа искусства, Димитровградский музыкальный колледж, детская школа искусств имени Варламова и губернаторская школа искусства для одаренных детей в Ульяновске. Среди приобретенных инструментов балалайки, гитары, барабаны, скрипки, баяны, саксофоны, альты, домры и аккордеоны. В 21-м году музыкальные инструменты получат 8 организаций дополнительного образования. Тему культуры в своей рубрике продолжит Ярослав Щедров. Через три месяца вы все уйдете на фронт и будете командовать людьми старше себя. И от того, как вы станете это делать, будет зависеть исход нашей войны с фашистами. В минувший понедельник в Ульяновске свою новую продюсерскую работу фильм «Подольские курсанты» представил популярный актер российского театра и кино Игорь Угольников. Копию фильма Игорь Станиславович передал Ульяновской области и рассказал, почему не был допущен со своей картиной к Владимиру Путину. Точно такой же фильм, в такой же точной коробке мы передали президенту страны. Фильмы есть у нашего президента, надеюсь, что он увидит его и найдет время. Так же, как он видел «Брестскую крепость» в 2010 году. К сожалению, на встречу не пустили, безопасно, потому что я переболевший, и у меня какие-то там антитела не понравились. То есть «Ж» у меня много, но и «М» осталось, что-то такое. Но, к сожалению, не попал на встречу, но думаю, что это еще у нас впереди. Молодец, Лавров. Если бы своими глазами не увидел, не поверил бы. Стоять им придется дольше, чем мы рассчитывали. Работая над картиной, занимаясь архивом Министерства обороны, я нашел своего погибшего деда, который пропал без вести в народном ополчении, и мы ничего о нем не знали. А оказывается, он строил Ульяновский убежок в сентябре месяце. И погиб 7 октября в 40 километрах от Линского рубежа, в день, когда подольские курсанты зашли на рубеж. Я нашел его могилу, свидетельницу. И 93 года она была девочкой. Она помнит этот расстрел. В этом месте они ранены и были расстреляны. Она помнит, как это было. А потом говорит, могила еще два дня дышала. Я нашел это место, начал раскопки, поставил там обелиск. И сейчас, надеюсь, у меня разрешат поднять все останки до конца. Я должна оставаться здесь? Да. Ну, я все рассказала. Ну, так он в порядок. Так, господа присяжные. Какой-то. Прошу вас сейчас. А еще с антрепризным спектаклем в Ульяновске побывала известная российская актриса театра и кино Ольга Хохлова. Она раскрыла секреты своей творческой профессиональной энергии, которая позволила ей за 15 лет сняться в 36 фильмах и сыграть 138 ролей в сериалах. Если у тебя есть желания, то ты их исполняй. Потому что желания проходят. А желания, они как-то оттуда. И поэтому тут очень сложно, мне кажется, найти какой-то... В этом есть та же вот загадка и секрет. Знаешь, вот как, например, 90 песен написано по одним и тем же параметрам. Вот те же самые переходы гармонические. Есть какой-то там сюжет, да. Есть, например, исполнитель замечательный. Есть там мажоры, миноры и так далее. Вот они по одним параметрам записаны. А хитом становится одна из 90 или из 100. И критерии все одни и те же. А хитом становится одна. Вот в чем это секрет? Вот я думаю, что мне кажется, что и человек так же. Если он доверится какой-то такой высшей силе, знаешь, то она его поведет. Вот она ведет меня туда. Я даже очень редко планирую. Я предпочитаю, знаешь, как бы степ-бай-степ. Что мне дает, ну, вот моя высшая сила. Я вот так смотрю и думаю, ой, как интересно. Единственное, что вот это научиться делать, не жалея ни о чем, выбор. Знаешь, когда вот тебе дано красное и белое. Ты думаешь, боже мой, мне так белое идет. А красное меня освежит. Ну что вот делать? Ну как? И вот отказаться от одного из этих цветов не дает, как сказать, мое желание иметь оба цвета. Так вот надо научиться отказаться от одного цвета, чтобы приобрести вот этот. И вот мне кажется, что самое главное — научиться делать выбор без каких-то сожалений. Если вот сейчас сказать, что, Оля, если тебе любую роль предложат как бы опять там сыграть, наверное, нужно будет очень покопаться, чтобы сказать, ой, вот эту я не буду роль играть. Наверное, очень покопаться. Потому что если я берусь за роль, то я ее полюбляю, как бы, понимаешь. Я ищу в том вот персонаже, которого я играю, я ищу то, что меня манит, то, что во мне начинает звенеть. Бывают такие роли, когда ты не можешь никак поймать или не хватает времени, потому что сейчас же этот процесс, у нас кинопроцесс очень-очень стремительный. Мы лишены той роскоши, которая была у советских артистов, например, у Алисы Френдлих или у Инны Чуриковой. Они имели возможность поработать над ролью, порепетировать перед съемками с режиссерами, с кинорежиссерами. Все, разобрать текст, все, отрепетировать. Сейчас этой возможности нет. Ты сейчас сам режиссер в своей роли. Но если из 100% от снятого материала, хотя бы 10%, это то, что я... Вот здесь у меня зазвенело и то, что я поняла про героя, то это, я считаю, уже победа. На поле чудес? В Москву? Поздравляю! Привет Леониду Аркадьевичу! Очередное исследование показало, что россияне теряют интерес к займам на подарки. Например, в текущем году ко дню всех влюбленных в такую суду оформили лишь 1,5% заемщиков против 2,5% в прошлом году. Ну а 5 лет назад, напоминает нам аналитики, доля желающих получить кредит ради подарков достигла 5%. При этом 80% оформляющих займ на подарки направят на эту цель лишь 20-30% от полученной суммы, добавляют эксперты. Основными заемщиками, которые оформляют займ к 14 февраля по-прежнему, являются мужчины 60%. В качестве цели займа указываются романтические свидания, цветы, рестораны, кафе. Также лидируют такие подарки, как украшения, парфюмерия и косметика. На примере прошедшего не так давно Дня Святого Валентина эксперты выяснили суммы, которые готовы потратить люди на презенты. Так, каждый второй назвал в качестве приемлемой стоимости подарка не более 2 тысяч рублей. Еще 40% россиян готовы потратить не более 5 тысяч рублей на подарки. Ну и лишь только 10% заемщиков готовы выделить большую сумму. У нас сейчас пришла пора передать слово рубрике «Стиль», которая, возможно, подскажет несколько бюджетных вариантов для подарков. Добрый день, уважаемые телезрители! С вами в студии Анна, и это рубрика «Стиль». Сегодня с вами будем делать подставку под горячее из джута. Сейчас очень модно использовать подставки для каждого гостя под горячее под тарелки. Что нам для этого с вами потребуется? Обычная подставка под горячее, пластиковая, в любом магазине. Можете купить тоненькое, будем использовать ее как основу. Джутовая веревка у меня 6-го диаметра. Я заранее подготовила небольшой кружочек, это будет у меня подстаканник. Далее сматываем, подготавливаем нашу джутовую веревку, нам нужно сделать центр из нее. С помощью термопистолета закрепляем кончик и будем с вами сворачивать в улиточку его постепенно, уже крепя к нашей основе. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такую вот улиточку мы подготовили и теперь начинаем приклеивать ее к основанию. Получается, что клеем вы будете промазывать не саму джутовую веревку, а именно основу, захватывая краешек веревочки, чтобы она приклеилась и между собой, и к основанию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая подставочка у вас будет получаться. Доводится до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге у вас будет готов набор из подставки для тарелки и подставки под стакан. Спасибо вам большое за внимание. Это была Анна, рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем утро с репортером. В нашей студии, как всегда, интересные и необычные гости. И никогда не знаешь, какая тема будет, да? Да, конечно. Жрителю всегда какой-то такой новый глоток интересной информации, да? Каждый раз что-то новенькое ему рассказываем, делимся. И вот сегодняшний наш гость тоже с очень-очень интересной информацией. Причем здесь такое интересное сочетание творческого и технического. В общем, друзья, у нас сегодня в гостях Денис Ефремов, директор научно-образовательного центра «Точка кипения» УГТУ. Доброе утро, Денис. Доброе утро. И говорить будем сегодня, наверное, про образование. Про образование, про науку. И как это сейчас делать интересно, свежо, модно, современно, молодежно. Да-да-да. Нескучная наука совсем. Нескучная, да. «Точка кипения» — что это? «Точка кипит», да. Давайте, да. Точка кипения — это новое образовательное пространство, которое работает на национальную технологическую инициативу. Это такое место в университете, куда студенты и даже жители города могут прийти и, например, пообщаться с интересными людьми, пообщаться с какими-то федеральными экспертами, чему-то новому научиться, поработать в команде, поработать над своими проектами. Ну и самое главное — принять участие в наших проектах, которые мы реализуем. Вот так вот взял, ты пришел. Какие проекты, да, вы реализуете, чтобы знать, куда идти? Ну да, и вообще, как эти встречи, они... Да, и анонсируются как-то эти встречи. Где можно... Идеология точки кипения заключается в том, что может прийти любой желающий. Просто взять и прийти. У нас нет закрытых мероприятий, у нас нет закрытых дверей. Все наши двери стеклянные. Даже если они там закрыты от какого-то шума, сюда можно зайти и послушать, поучаствовать. Не услышать, так подсмотреть. Точка кипения — это часть огромной экосистемы. Вот экосистемы НТИ. Совокупность мероприятий, направленных на технологическое развитие всей страны. Точка кипения в политехе — она одна из трех городских. У нас в Ульяновских три. И вот мы работаем на студентов, прежде всего, в первую очередь, учащихся технического университета. И наши проекты, они, конечно же, высокотехнологические. Вот самое яркое, что мы реализовали в прошлом году, что зашло нам гордо и интересно, это, например, мы проводили иммерсивное шоу «Цифровая ночь». Это когда, вот помните, фильм «Аватар» был? Там «Аватар» был в глубоком будущем, а у нас живые «Аватары» ходили в полиции. Все настоящие, да? Да, они наступили у нас здесь. Мы сумели показать более чем полутора тысячам людей в режиме реального времени интересные объекты, всякие лаборатории, мастерские политеха. У нас было три «Аватара», которые ходили с камерами на голове, а зрители могли видеть глазами этого человека, который передвигается. И плюс они этим человеком управляли. То есть они, по сути дела, являлись вот этими живыми «Аватарами» для зрителей. Это было очень интересно. С одной стороны, это было познавательно и развлекательно, а с другой стороны, люди не просто так ходили, перемещались по университету, по ночному, а в условиях пандемии это особенно было актуально, потому что мы не проводили массовых мероприятий. Эти люди решали какие-то квесты и задачи. А для решения этих квестов и задач им нужно было научиться новым цифровым технологиям. То есть мы одновременно ребятам дали возможность ознакомиться с какими-то не на поверхности расположенными объектами университета. Ну, например, мы были в лаборатории «Молнии» или мы были в лаборатории робототехники. Так мы еще ребятам дали возможность освоить новые технологии, которые помогли решать те квесты и задачи, которые были по шоу. Кто генерирует все эти идеи? Кто генерирует идеи? Вот я несправда сказал, что у нас стильно, модно, современно, молодежно. На базе точки пения ЛГТУ действует молодежный клуб «Цифромол». Этот клуб молодых управленцев, которые имеют амбиции к управлению проектами в новой цифровой эпохе, в цифровом мире. И мы более чем уверены в том, что нельзя стать управленцем по учебнику. Управленцем и вообще руководителем можно стать только на практике, надо научиться. Поэтому мы даем ребятам возможность прийти с какой-то идеей в клуб, в точку, ее проработать. У нас есть наставники, у нас есть курсы, у нас есть целая экосистема НТИ, которая позволяет ребятам прокачаться и попробовать что-то свое. То есть это основная цель таких квестов, таких образовательных событий, мероприятий? Дать ребятам точку, где они могут это делать в максимально свободной атмосфере. У нас там нет большого начальства, у нас там нет каких-то жестких регламентов. У нас только единая просьба ко всем это зарегистрироваться всеми лидерами ДИ, получить, войти в экосистему. Ну да. И пожалуйста, приходите. То есть это студенты из разных университетов могут стать участниками? В нашем клубе... Да, и не только студенты, правильно же? Вообще в точку кипения имеют право войти любой желающий. А если мы говорим чуть-чуть уже про клуб, то в нашем клубе не только студенты политеха, у нас на мере есть еще студенты ЛГУ. В этом году клуб будет масштабироваться, мы еще подключим несколько университетов в регионе. Это вот мы делаем в нашей точке. И вы этим себе руководите? Ну, я не позиционирую себя большим начальником, я ставлю себя скорее в роли некого наставника, консультанта. То есть моя задача не стоять сверху, и там... Статься товарищем. А помогать ребятам просто вот двигаться в нужном направлении, и транслировать свой опыт для них. А есть какие-то ребят уже наверняка, которых можно назвать лидерами, да? Конечно. Какие идеи, каких-то рационализаторских положений. Наши ребята... Ну, мы же набираем будущих лидеров, то есть мы же ищем людей амбициозных, и к нам такие люди приходят. И очень отрадно, что они начинают генировать собственные идеи и продвигать их. То есть не просто сказали о чем-то, поговорили и забыли. Они настойчиво, целенаправленно идут, двигаются, как-то всех стимулируют работать, продвигают свои темы, интересы. И это здорово. То есть это вот рождается... Ошибочно полагать, что в слове цифромол, второе слово мол, это магазин, это неправда. Мол, это молодежь. Цифромол, цифра и молодежь. Ож какая. Игра. Интересная. Игра слов. Умный кампус. Что это такое? Да, не просто кампус. Просто умный. Здесь все взаимосвязано. Ну, университет — это большой организм. У него много систем. И точки кипения — это не какое-то инородное тело на территории университета. Это структурное подразделение, которое включено во все процессы университета. И так получилось, что мы стараемся быть на такой передовой. Всего нового, передового, инновационного, иногда непонятного, иногда неочевидного. Но мы стараемся в этом разбираться. Точка кипения является неким проектным офисом для реализации большой-большой университетской программы, которая называется «Умный кампус» и «Экосистема цифрового университета», которая стартовала с приходом нового ректора, когда Надежда Глебовна перешла из статуса ИО в статус полноценного ректора университета. Это вот примерно в одно время происходило. Программа заключается в реализации 22 инновационных проектов. Эти проекты разбиты на несколько категорий. Там есть классические технические проекты, ну, само собой разумеющиеся, что технические университеты. Такие как, например, автодром. Это область, на которой будет происходить дальнейшая доработка беспилотных наземных транспортных средств. У нас есть такие средства, например, у нас беспилотная газелька, Кирилл Святов, лидер учебной группы, которая этим занимается. Соответственно, этот человеку нужно дорабатывать. Нужен автодром, на котором эта машина будет ездить, распознавать знаки, разметку и так далее. Туда же входит, например, ветро-солнечная энергостанция, которая будет не просто вырабатывать электричество, она будет стоять так, на берегу, на бреве Волги. Она еще будет являться собой лабораторией, на которой студенты смогут осваивать. А что такое возобновляемая энергетика? А что такое энергия ветра? Что такое энергия солнца? А сколько ее? А почему она возобновляемая? Ну и так далее. Другим проектом можно выделить электрозарядную станцию для электромобилей. То есть тоже тебе очень актуально. Тем более, я уже вижу в городе без автомобилей. Были тоже у нас в гостях. Автомобили. Положенельцы рассказывали нам. Они ездят по городу, это приятно. Другой проект, который мы уже реализовали, я назвал проекты, которые сейчас в стадии реализации, у нас есть реализованный проект. Такой проект, как дронодром. Для беспилотных летательных аппаратов. То есть если автодром, он для наземного транспорта, то дронодром для беспилотников, которые летают. Какая может быть площадь, если он летает и где хочет летать? У нас столько вопросов и тем, которые можно обсудить бесконечно. Я понимаю, конечно. Ну, беспилотники — это тема очень перспективная. Это не про развлечение. Это не только про развлечение. Ну да, не поиграть вот так вот на пульте управления. Я имею в виду, что не хобби же какое-то. И это не только съемка. Не только на свадьбах и так далее. Дроны — это логистика. Это логистика, доставка от грузов в трудоступные места. Быстрая доставка. Это мониторинг, это наблюдение. А надежная? Я все время боюсь, что это спалит задать. Технологии же развиваются. Дерево там выходило на пути. Я помню, что первые машины были на пару. А сейчас вот такие катаются. Как бы все придет. С одной стороны. А с другой стороны, это новый шаг. Это новое качество жизни. Это экономия средств. Это экономия времени. Мы можем применять дроны в сельском хозяйстве. Мы можем применять дроны в промышленности, в образовании, в спорте. Есть целая лига спортивная дронов. Дроны, на самом деле, не игрушки. Они могут летать до скорости 160 км в час. Ну, Денис, у меня вопрос такой, может быть, наивный. А вот в чем отличие реализуемого проекта и реализованного? Вот вы сказали, дронатром уже реализованный проект. То есть что? Это как-то на потоке уже что-то? Да? Какое-то производство? Ну, смотри. Проект, который реализуемый. То есть его начали делать. Например, витра-слоночная радиостанция. Нужно подготовить площадку, заключить договор с внутренним партнером, привезти оборудование, смонтировать, настроить. То есть это делается больше, чем за полгода. То, что сейчас в процессе делается. А дронатром мы сумели запустить за полгода. То есть мы площадку подготовили. Благодаря правительству Ленской области, агентству технологического образа Ленской области, мы закупили неправдимое оборудование. Это наземная инфраструктура, это флаги, указатели, это система засечки, это транспондеры, это ветроуказатели. То есть мы создали прямо наземную экосистему для дронов. Сформировали команду, которая занимается. Нашли в городе спортсменов, которым это интересно, которые готовы летать. И не просто летать, а еще учить и показывать. Привели открытия, провели испытательные полеты. Сейчас выходим уже на субпроекты. То есть вот здесь большой проект Дронодром, а теперь мы выходим на проекты, которые будут реализовываться на базе этого Дронодрома. Это не только какие-то спортивные вещи. Это, например, школа юного пилота для деток, которую можно учить. Это фестиваль дронов в чудеса на виражах, чтобы показать людям, гражданам, жителям, как бы весь спектр, как это можно применять. Это не игрушка, это прямо полноценная малая авиация. Ну, и там, в кавычках, конечно же, малая авиация. Да. Хотим провести полноценный чемпионат по спортивному пилотированию дронов. То есть как люди надевают очки дополненной реальности и смотрят глазами дрона. То есть это не те дроны, которые мы опустили, пульт управления, и дрон завис. А это как маленький самолетик. То есть мы отпустили, и ручки напал. Поэтому отпускать не надо. Надо летать, выписывать виражи, проходить на скорости и так далее. Вот мы этим занимаемся. Выращаясь к умному кампусу. Вот у нас есть технологические проекты. А есть проекты для города. Это так называемое общественное пространство. Делается мемориальная аллея, в которой можно будет погулять и приобщиться к тем подвигам, которые были сделаны нашими согражданами, с горожанами Второй мировой. Проектируется и реализуется новый бульвар вдоль Волги. То есть там уже будет не Косогор, а там будет красивое место для прогулок, для отдыха горожан. Проектируется умная площадка для наших любимых собачников. Чтобы собачкам было не просто нам интересно побегать, а позаниматься. И причем это будет умная площадка. То есть там будут не просто снаряды для... Все, что делает технически... Умная, да? Это все умное, да, обязательно. Ну, как-то же умный. Да, просто так... То есть цифровые технологии, всевозможные съемки, показатели, параметров, какие-то прогнозы, какое-то ассистирование, что-то еще. Это общественное пространство. Мы, например, сейчас... А, вот еще один проект реализовали. У нас открыта смотровая площадка в университете на всем этаже. Можно подойти... Ну, тоже при помощи органов власти Львовской области. Установлен бинокль. Можно посмотреть, что происходит на нашей промзоне, что происходит на индустриальной зоне. Стенды, которые описывают. Плюс есть проекты, которые касаются здорового образа жизни. Реализуется это и велодорожка, и... Тоже наверняка умная. Ну, конечно. Например, спортивная трасса, мониторинг носимой электроники, точнее, носимая электроника для мониторинга состояния организма. Вот все делается и реализуется. Программа рассчитана на 20-е, 21-е, 22-е годы. И вот мы сейчас подходим к некой середине, и у нас есть полная уверенность, что мы все это сделаем. Я думаю, большинство слов зрителям даже непонятны были. Но они просто будут пользоваться... Обогащаемся. Все, пополняем запасы. Жить комфортно. А вот благодаря кому, вот вы теперь знаете. Зрители могут зайти в любой поисковик, в любую социальную сеть, вбить точку кипения в ЛГТУ. И все прочитать. Подписаться на наши социальные профили, вступить в наше сообщество, и там есть вся информация у нас. Кстати, не только... Если кто-то что-то недопонял, заходите на сайт точки кипения, углубляйтесь. Да, есть участниками, участвуем замечательных событий. Спасибо большое за познавательное утро. Всегда готовы. Спасибо большое за информацией. Больших успехов. Друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях Денис Ефремов, директор научно-образовательного центра точка кипения в ЛГТУ. Это «Утро с репортером», и мы продолжаем. 2021 год в Ульяновской области объявлен годом детского спорта. И на этом 73-й регион останавливаться не планирует. 2022 станет у нас годом спорта студенческого, 23-й спорта корпоративного, 24-й год посвятят физкультурным достижениям старшего поколения. Ульяновская область уже получила согласие и заручилась с поддержкой федерального Минспорта и закрепила намерение в соглашении о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культуры и спорта. Документ станет хорошим подспорьем в деле развития спортивной инфраструктуры, строительства, реконструкции и материально-технического оснащения объектов. Соглашение позволит нам и дальше успешно выполнять задачи, которые поставил президент в федеральном проекте «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Тему спорта и здорового образа жизни в своей рубрике продолжит Оксана Галеева. Ей слово. Доброе утро! С вами Оксана Галеева. Руководитель студии «Йога.Лайф». Наше время, наше современное время, когда мы подвержены гиподинамии, малым движениям, даже молодые люди, я знаю, что страдают от своей спины, позвоночника, плохих ощущений, боли, скованности, зажатости. В йоге и в йогатерапии есть прекрасные комплексы для мобилизации мышц спины и самого позвоночника. И сейчас я хочу познакомить с вами с теми упражнениями, которые вы сможете сделать у себя дома. Но если вы хотите знать больше, пробовать, вы всегда можете прийти на классы йоги. Итак, сейчас вам понадобится коврик и немного пространства. Можно сделать это прямо сейчас, перед работой, либо вечером, после рабочего дня. Мы встаем в позицию кошки. Ручки у нас под плечевыми суставами, колени, под тазобедренными суставами и под тазовой чашей. Наша спина пока ровная, ровная как стол. И мы начинаем постепенно разогревать ее. Вытянем седалищные кости вверх, прогибаем грудину, соединяя лопатки, и смотрим, насколько можно, вперед. Далее идем волной. Подтягиваем на себя тазовую область, округляемся в лопатках и опускаем шею, макушку вниз. И снова волна пошла со вдохом вперед и с выдохом вниз. Когда мы делаем волнообразные движения по позвоночнику в позиции марджорясаны, подтягивающегося кота, вы можете не задумываться о дыхании, потому что ваше дыхание прочитает движение вашего тела и будет так, как комфортно вашему организму. То есть оно будет накладываться на движение, и на каждом прогибе будет вдох, на каждом вытяжении спины выдох. После этого мы должны проработать мышцы, которые отвечают за наклоны. Таким образом? Мы встали как стол, в ровное положение, потянули животик. Смотрим на свои пяточки и поворачиваем тазовую чашу тоже ближе к плечу. Вернулись в другую сторону. Поворачиваем плечи и тазовую чашу. И еще плечи и тазовую чашу по направлению друг к другу. Если посмотреть сейчас на меня сверху, то будет положение работы буковки С. То есть плечо и тазовая чаша поворачиваются друг к дружке. Дальше. Мы с вами должны теперь проработать мышцы вдоль позвоночника, которые отвечают за скрутку, за ротацию. Я предлагаю сделать такие упражнения. Вытягиваем локоть вверх и ставим на место. Еще локоть вверх и на место. Вы можете себе немножечко углубить и нырять под ручку с одной стороны, локоть вверх и нырять с другой стороны. И продолжайте это несколько раз. Это один из вариантов йога-терапевтической мобилизации позвоночника и спины. Начните хотя бы с него, ну, либо вспомните те, кто его уже знает. Ну что ж, я вам желаю прекрасного дня. Оставайтесь всегда здоровыми и в хорошем расположении духа. В Ульяновской области определили объекты благоустройства на 22-й год для онлайн-голосования на всероссийской платформе. Жители Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска, Инзы, Барыша, Сенгелея и Силикатова могут ознакомиться с дизайн-проектами и отдать свой голос за понравившийся с 26 апреля до 30 мая 2021 года на сайте загородсреда.ру Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2022 году. Голосовать можно с 14 лет, засчитывается только один голос. На онлайн-голосовании представлены дизайн-проекты по благоустройству на 17 общественных территорий. Шесть в Ульяновске, три в Димитровграде, по две в Ульяновске, Барышей и Силикатном и по одной в Индии и Сенгелеи. Всероссийская платформа голосования запущена Минстроем России и автономной некоммерческой организацией «Диалог регионы» для жителей всех субъектов Российской Федерации и доступна в каждом регионе. Цель – создать современные возможности для участия людей в развитии своих городов и поселков в удобное для них время и формате. Также платформа позволит объединить и получить мнение максимального количества граждан. В дальнейшем платформа станет порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень территорий к реновации в конкретном городе или регионе. Ну а пока мы говорим о благоустройстве в будущем времени, я предлагаю вернуться в настоящее и посмотреть рубрику о главном. А пока ульяновцы голосуют и выбирают объекты для благоустройства инвестиционные планы уже готовы. Закрепить результаты и запустить новый инвестиционный цикл стратегии экономического развития региона на ближайшие три года. Главный инструмент достижения цели – меры поддержки инвесторов. Снижение ставки налога на прибыль до 10% остается из новшеств соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Его участникам возметят часть затрат на строительство, модернизацию производства и на уплату процентов по кредитам и займам. Это создание прозрачных и прогнозируемых нормативных условий для работы бизнеса и реализации инвестиционных проектов через механизм стабилизационной оговорки. Ну, в общем-то, здесь вот как раз господин Иванов, как первый заместитель министр, об этом говорил. Во-вторых, механизм возмещения затрат инвесторов на любую инфраструктуру в объеме уплаченных инвесторам налогов. Еще один рабочий инструмент – возведение новых производственных корпусов. Опыт показывает, один вложенный в строительство бюджетный рубль приносит около 17 рублей налоговых платежей резидентов. Свободные территории есть, есть и спрос. Дополнительные готовые площади уже сегодня требуются для 14 компаний из пяти стран мира. Плюсом регион наращивает технологическую привлекательность. В сельских районах появятся новые ветропарки. Через три года суммарная мощность всех источников зеленой энергии достигнет 1 гигавата. Этого хватит, чтобы закрыть потребность в энергии третий всех предприятий Ульяновской области. Воспользоваться инструментами могут не только инвесторы извне. Региональные бизнесмены также в деле. Полтора миллиарда инвестиций оживили ульяновское мукомольное производство. Тотальная модернизация оборудования позволила выдавать заводу по 250 тонн муки в сутки. Хлебопекарный и общего назначения. Общего назначения это не означает, что она чем-то хуже. У нее просто параметры другие необходимы. Просто для других целей. Например, можно выпекать с одной можно выпекать булочки, со второй можно выпекать пряники или печенье. Зерно привозят разные. И пятый класс, и четвертый. То есть хлебопекарный третий, четвертый класс. Ну, естественно, иногда бывает и фураж пятый класс. Но мы его тоже принимаем на хранение. Ульяновская область в этом году у нас рекорд очевидной поставил. Так что зерно достойного качества. 90% зерна местное. Основной поставщик Целинский район. После лаборатории машина разгружается, заполняя бункеры. Отсюда по транспортеру со скоростью 5 метров в секунду зерновые реки протекут на следующий этап производства. Мы сейчас включили маршрут приемки автомашин. Вот вы видели, вот сейчас машина выгружается. Вот она выгружается в этом месте. Он идет на рабочее здание и подается в филоса. В будущем планируется увеличить мощности производства в два раза. На уровне регионального правительства обсуждается возможная помощь перспективной площадке. И в целом развитие сельскохозяйственного производства остается в приоритете. Для инвесторов АПК особые условия. Регион готов компенсировать до 50% затрат инвестора на начальных этапах при закупке строительных материалов, оборудования и спецтехники. В инвестиционном портфиле области уже сейчас 12 таких проектов. Общий объем инвестиций более 4 миллиардов рублей. Мясо-комбинат в Чердоклинском районе один из тех, кто воспользовался помощью региона. Предприятие работает полгода, пока только на 15% всей производственной мощности. Однако результаты уже впечатляют. Мы произвели, скажем так, забили, произвели мясо где-то 170 тонн и полуфабрикатом где-то 150 тонн. Всего же за 6 месяцев с небольшим. То есть поэтому, а это, как я уже сказал, это 10-15% от наших мощностей. Еще один новый и не менее важный инструмент реформа контрольно-надзорной деятельности. Приоритет снизить административное давление на бизнес, упросить регуляторику. Тем самым создать максимально комфортные условия для входа на территорию 73-го региона. Экология под контролем, мониторинг усилен. Благодаря тепловой карте станет возможным оперативно определять источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В прошлом году сотрудники Министерства природы и цикличной экономики провели переговоры с Ульяновским госуниверситетом и Институтом глобального климата и экологии имени академика Израиля, о сотрудничестве в части изучения климатических условий на территории Ульяновской области. В результате чего проведут оценку уязвимости территории нашего региона к современным и прогнозируемым изменениям климата, в том числе по климатозависимым секторам экономики. Здоровье населения, сельское, лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ, туризм, охрана природы. Ну а еще разработают региональный план адаптации к изменениям климата. И никто не забывает о региональном проекте «Чистый воздух», цель которого к 2024 году снизить объем загрязняющих веществ на территории Ульяновской области до 20%. Что еще интересного происходит в 73-м регионе, расскажем далее. Почему именно скульптура, а не живопись, и Любовь Александровна ответила? Причем даже не задумываясь, потому что для нее это уже сложилось в душе, эта формулировка, что в живописи все проще, там цвет. А мне хотелось воплотить жизнь, ее разнообразие в серой тяжелой одноцветной глине. Человек исключительного дарования и энергии. Так отзывались о любови турской современники. Скульптор – профессия не женская, требующая больших физических и духовных сил, преодолевая материал и собственные слабости. Именно так работала Любовь Александровна. Еще в детстве маленькая Люба тянулась к искусству. После 9-го класса поступила в Ворошиловградское художественное училище на отделение декоративной скульптуры. Когда мы слышим декоративную скульптуру, она как-то «Да, девушка, ну что, там каких-нибудь кошечек, девушек с веслом, но нет. Даже обратите внимание, у нее дипломная работа, Иван Сусанин, скульптура метровая или даже чуть побольше». Окончив училище, девушка родом из Минусинска, Красноярского края, отправилась поступать в Ленинград в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Однако двери учебного заведения для Турской распахнулись не сразу. «При приеме на скульпторов был лимит, что на 23 человек брали только одну женщину и первые годы ее не взяли. Она устраивается работать уборщицей, стопняком в это же здание, моет полы, заготавливает дрова, топит печи и параллельно старается что-то тоже перенимать. На следующий год опять пробует поступить, но надо было принять какую-то родственницу известного художника и опять не получается. И только в 54-м году с третьей попытки она поступает. То есть, представляете, какая сила характера». После института она работала в Свердловске и там сразу очень мощно заявила о себе. Одна из самых сильных ее работ той поры восстание уральских углежогов. С первых же творческих шагов Турской за ней признали талант творца многофигурных масштабных композиций. Ее почерк энергичная крупная лепка предполагал силу и невероятную работоспособность. «Она вообще была выдумщица. То, что, ну, я не знаю, если бульгарно сказать, вот по-дворовому заводила такой. Поэтому она, допустим, была в Союзе художников, отвечала за творческий сектор, организовывала всех художников на выезды на этюды. Тоже пару раз я был что-то там красил, но мешал им, конечно». В наш город Турская вместе со своим супругом и коллегой Анатолием Клюевым переехала в 1967-м. Ее ульяновский период жизни современники сравнивают со вспышкой молнии. Яркой, мощной и очень короткой. Сильная, энергичная и вспыльчивая, незаурядная. В 1968-м Любови Александровне присвоено звание заслуженного художника РСФСР. В 1969-71 годах она избиралась депутатом Ульяновского горсовета. Но при этом она не просто там где-то что-то подписывает, руку поднимает, она действительно вникает. Блохинцев пишет, что это никакое сравнение нет с Екатериной Артемиевной Богомоловой, которая до этого старалась как-то манкировать этими обязанностями. А Турская действительно всему отдавалась с полной отдачей. Ну, понятно, там по делам культуры. Но ей давали иногда поручения культуры не имеющие отношения. То есть она, допустим, готовит для горсовета справку о работе северного трамвайного депо. Или там по каким-то еще вопросам. Причем действительно ко всему подходит очень ответственно. Но такой уж был у человека характер. Любовь Александровна Турская трагически погибла 15 июля 1971-го в автомобильной аварии. На ее могиле установлен скульптурный памятник работы сына скульптора Олега Анатольевича Клюева. Я ее очень любил. И память она избирательная. Но я почему-то вот те моменты очень хорошо помню. Особенно я ее любил, когда меня вела в детский мир в Москве после выставки в Манеже. Сильная, волевая, талантливая выставка, посвященная прекрасному человеку и выдающемуся скульптору, открыла свои двери в Государственном архиве Ульяновской области. Здесь представлены порядка ста фотодокументов, посвященных любови Турской. Работать выставка будет до 5 мая. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». для выхода нажать зеленую кнопку. Не нужно ждать, нужно жать. Новые трамваи оборудованы специальными кнопками, которые позволят открыть дверь вагона. В дневное время при большом пассажиропотоке, а также в часы пик удобнее, самое главное, безопаснее использовать централизованную систему открытия дверей. Но когда в салоне остается один или два пассажира или несколько человек ждут на остановке, то любой из них может воспользоваться адресной кнопкой, которая откроет нужную дверь и позволит зайти в салон. Открыть дверь самостоятельно можно как снаружи, так и изнутри. При остановке вагона кнопка подсветится зеленым. Больше никакой манипуляции не требуется. Перед началом движения двери закроет водитель трамвая. Блокировка отключена, поэтому пассажиры на данный момент могут воспользоваться ею, то есть сами открывают дверь. Если я сейчас нажму перечеркнутую, то есть я ее заблокировала и уже никто ее на ходу не сможет открыть. Блокировку отключают в утренние и вечерние часы, когда хорошо просматривается салон и посадочная площадка замешкавшихся на улице водитель впустит сам. А вот выскочить по-быстренькому на светофоре не получится. Система работает только на остановках. Это, во-первых, сохраняет как тепло в салоне, так и сохраняет электроэнергию, экономия электроэнергии, ну и, естественно, механизм дверной меньше изнашивается. В прошлом году на ульяновские рельсы встало 29 новых трамваев. Увы, несколько вагонов не обошли сводку ДТП. Были столкновения с автомобилями и сход с рельсов. В суровую зимнюю пору дорожное движение требует повышенного внимания от всех участников. Есть такие моменты, когда или какие-то посторонние предметы на рельсах остаются во время движения автомобилей, или просто нам закатывают трамвайные пути до такой степени, что покрываются они большим толстым слоем льда. Естественно, трамвай может сойти с рельса. Но мы стараемся служу пути нашего предприятия реагировать на данный вопрос. У нас есть аварийные службы, которые немедленно выезжают на такие случаи. Негативные показатели за прошлый год снизились на 26,5% ни одной аварии с тяжкими последствиями. Электротранспорт остается стержнем пассажирских перевозок в областной столице. В этом году обновление предстоит троллейбусному парку Левобережья. Вера Мещерякова, Юрий Давыдов, репортер 73. Выше среднего по стране на 5,5%. Индекс промышленного производства в регионе достиг 103%. Отличились 16 из 24 обрабатывающих производств изготовления текстильных изделий, изделий из резиной пластмассы, производства готовой металлической продукции. Увеличился выпуск компьютеров, электрики, электроники, оптических изделий. Нарастило темпы и автомобильная отрасль региона. В этом году Ульяновская область официально приступает к выполнению нацпроекта производительность труда, что также позволит увеличить промышленную мощь предприятий с применением бережливого производства. Аграрный сектор также набирает обороты. По итогам прошлого года в сельском хозяйстве существенно увеличилась численность всех видов животных и отмечен рост объемов производства продукции. В 2021 продолжится реконструкция существующих ферм и строительство новых комплексов. Одно из приоритетных направлений развития рыбоводства. В прошлом году объем производства товарной рыбы достиг 197 тонн. В этом году планируется увеличить показатель на 15%. Готовимся к паводкам. В администрации Ульяновска утвержден план по защите сооружений и объектов городского хозяйства. В частности, коммунальщикам необходимо заблаговременно восстановить водоотводные каналы в Мостовой Слободе, Вырыпаевке, Дачном, Луговом и Боротаевке. Кроме того, необходимо подготовить пункты возможного временного размещения людей в случае паводка с соблюдением мер безопасности в условиях пандемии. С 25 февраля городские спасатели приступят к расчистке русла реки Сельдь от поваленных деревьев. Со второй декады марта начнется активный мониторинг за паводковой обстановкой. Пройдут беседы с жителями, подверженных затоплению районов. Через три месяца вы все уйдете на фронт и будете командовать людьми старше себя. И от того, как вы станете это делать, будет зависеть исход нашей войны с фашистами. Сейчас у этого фильма начинается самая главная жизнь. Этот фильм будет показан школьникам, студентам по всем городам, даже небольшим городам России. Этот фильм пойдет на Западе, этот фильм пойдет по всему миру. Этот фильм идет теперь сам. У него теперь будет своя жизнь. И не беда, уверен Угольников, что премьера подольских курсантов провалилась в прокате, не собрав достаточного количества зрителей из-за пандемии. Великому Сергею Бондурчуку однажды тоже не повезло. Они сражались за родину, Сергей Федорович Бондурчук, он был в прокате на восьмом месте. И Бондурчука обвиняли. Что же вы сделали картину, которая провалилась в прокате? Сегодня это фильм легенда. Классическое произведение по Великой Отечественной. Создатели курсантов убеждены, по уровню эмоционального воздействия их работа может стать в один ряд с шедеврами советского кино на военную тему. Я уже прожил практически, ощутил на себе две войны, потому что мы снимали фильм «Батальон», когда мы жили в условиях 2014 года, и ты погружаешься в это полностью. В «Подольские курсанты» ты не выходишь из этого в течение трех месяцев и возвращаешься с трясущимися руками, потому что ты снова переживаешь снова и снова. Все переживают одно и то же. И отойти от этого чувства очень сложно. С 9 декабря прошлого года, пока «Подольские курсанты» шествуют по экранам страны, этот фильм, благодаря содействию Российского союза молодежи, посмотрело уже сотни тысяч молодых зрителей от Дальнего Востока до Калининграда. Собственно, на молодых в первую очередь эта картина о подвиге их ровесников и рассчитана. На сегодняшний день уже посмотрело более 100 тысяч молодых людей и в планах, в планах по Ульяновской области этот фильм должны посмотреть более 25 тысяч человек. 25 тысяч. Это школьники, это студенты, это молодые люди в возрасте до 30 лет. Посмотреть абсолютно бесплатно. Очень хочется, чтобы история 80-летней давности тронула сердца и души будущих зрителей. А для одного из продюсеров подольские курсанты уже стали глубоко личной историей. Работая над картиной, занимаясь архивом Министерства обороны, я нашел своего погибшего техника, который пропал без вести в народном ополчении, и мы ничего о нем не знали. А оказывается, он строил Ильинский рубеж в сентябре месяце и погиб 7 октября в 40 километрах от Ильинского рубежа в день, когда подольские курсанты зашли на рубеж. Молодец, Лавров. Если бы своими глазами не увидел, не поверил бы. Ярослав Щедров, Бахтия Арсалтанов, репортер 73. Такого праздника нам не хватает в нашей стране, чтобы прям красный днем календаря сделать и выходным днем. День Петра и Февронии. Почему? Ну, не знаю. Просто все почему-то празднуют иностранный праздник. День Святого Валентина, а Петра и Феврония как-то не очень. Мне кажется, у нас полно праздников в России. Даже с избытком, мне кажется. То есть, а какой бы убрали тогда, может быть? Какой убрали? Нет, никакие бы не убирал. Оставил бы все. С избытком же. Ну, отдыхать не работать, как говорят у нас. Поэтому, я думаю, праздников достаточно. А добавлять какие-то? Я не знаю. Наверное, мне встанет смысл. Добра. Праздник добра? А что вы это... Как бы его праздновали? Добро что-нибудь делала. По-моему, у нас в России очень много праздников. Всего хватает. Всего хватает. Ну, может быть, все-таки что-то позаимствовать или по хобби, по интересам что-нибудь хотели, чтобы мы отпраздновали? Не надо ничего праздновать. Хэллоуин. Хэллоуин? А почему? Ну, у нас его не отмечают. Это вообще классный праздник. Так же какие-нибудь мероприятия проводить. Так же выходные в этот день. Чтобы все это распространялось именно у нас. Потому что у нас в России этого нет. А так хотелось бы. Да, все достаточно хватает праздников. И выходных дней тоже хватает. И выходных хватает. Стандартный праздник такой же, как День Святого Валентина, но он не наш. Я сейчас не помню просто правильно как это название вот этого праздника. Но вот летом вот этот праздник нужен. Потому что... Ирина, ты не помнишь? А, Петра и Февроньи. Вот я имею в виду. Вот этот вот праздник нужен был бы как выходной день. Честно сказать, я бы 8 июля сделал бы красным днем. А почему? А потому что это праздник День Семьи, Любви и Верности. Так что вот это я бы еще добавил. А больше? Больше таких нет праздников. Я просто к празднику отношусь, что для меня это как обычный день. Вот если праздновать, то праздновать каждый день. Вместо формы хоккейные свитеры. Вместо погон и знаков отличия игровые номера. Ульяновские силовики в День Защитника Отечества вышли на лед, чтобы защитить честь своих ведомств в матчах Кубка Героев. Почему спорт? Потому что спорт это есть духовная составляющая, физическая. Не достичь результата без упорства, связанное над работой над собой, над своими результатами. Ну и конечно же, это закаляет морально и физически будущих защитников, патриотов нашей великой прекрасной Родины. Без спорта никуда. Кубок Героев посвящен памяти погибших воинов-десантников. Инициатива проведения соревнований принадлежит 31-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. При этом в стороне не остался никто. ОНФ, региональный Минспорт, областное отделение межрегиональной организации ветеранов разведки, войск специального назначения, РОСА. Мы организовали среди силовиков, чтобы показать и молодому поколению, что сегодняшние защитники играют в хоккей. Это вид спорта сильных людей. И к этим показать и привлечь больше молодого поколения к спорту. К слову, молодое поколение вот оно на трибунах активно поддерживает своих отцов, дедов, братьев, друзей и сослуживцев, которые, отложив табельное оружие и взяв в руки клюшки, вышли на лед. Практика именно хоккей и шайбы есть, потому что играем в ночной хоккейной лиге. То есть на коньки и шайбы обращаться маленько умеем, скажем, немножко так, да. Поэтому готовы играть, готовы за здоровую жизнь. Хоккей – это движение, а движение – это жизнь. Движение в первый день турнира было хоть отбавляй. Стремительные контратаки сменялись позиционной обороной. Вратарям приходилось выделывать немыслимые кульбиты, чтобы останавливать шайбы. Что интересно, и победители, и проигравшие уходили с площадки исключительно с положительными эмоциями. Как во всякой игре, что-то не хватило, где-то не доработали, где-то не успевали, поэтому так и получилось. Но самое главное – хорошее настроение. Сегодня праздник, праздникам всех. Кто в погонах, кто без погон, кто защитниками были когда-то, кто будет. Всех с праздниками, всех благ, всего хорошего. Говорить о победителях и проигравших пока рано. Турнир одним днем не ограничивается. Финалы пройдут 25 февраля. Команда «Победитель» получит переходящий кубок памяти гвардейцев-десантников. Будь подвижным, энергичным, с гелем-активист. Двигайся легко, свободно, с гелем-активист. С гелем-активист в активную жизнь. Здравур! Скотине давай регулярно. Яйца, мясо, молоко будут постоянно. Наступает время создавать новое. Время оттачивать свое мастерство. Будь безупречным в детали. Лучшим из лучших. Гросс. Гарантия совершенства. Боль в горле заглушает все вокруг. А что, если это не просто боль, а воспаление и инфекция? Какой бы ни была причина боли в горле, септолета тотал сетилперидине хлоридом оказывает антисептическое действие и помогает снимать воспаление. Септолета тотал. Твое горло. Твоя сила. По данным сайта ГИСМЕТЕО 25 февраля в Ульяновске пасмурно. Снег. Температура воздуха по области ночью минус 24 минус 28. Днем от 15 до 19 градусов ниже нуля. В городе температура воздуха ночью минус 25 минус 27 днем минус 16 минус 20 ветер южный 3-4 метра в секунду атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба детским школам искусств новая пианино дело в том что сертификат на получение музыкальных инструментов главе региона передал министр промышленности торговли россии денис мантуров благодаря минпром торгу 26 пианино марки михаил глинка м3 поступит в 25 детских школ искусств ульяновской области по нацпроекту культура только в прошлом году порядка 23 миллионов рублей было выделено из федерального регионального и местного бюджетов на приобретение новых музыкальных инструментов и оборудования на эти средства оснащены барышская детская школа искусств димитровградский музыкальный колледж детская школа искусств имени варламова и губернаторская школа искусства для одаренных детей в ульяновске среди приобретенных инструментов балалайки гитары барабаны скрипки баяна саксофоны альты домры и аккордеоны в двадцать первом году музыкальные инструменты получат 8 организаций дополнительного образования тему культуры в своей рубрике продолжит ярослав щедров через три месяца вы все уйдете на фронт будете командовать людьми старше себя от того как вы станете это делать будет зависеть исход нашей войны с фашистами в минувший понедельник в ульяновске свою новую продюсерскую работу фильм подольские курсанты представил популярный актер российского театра и кино игорь угольников копию фильма игорь станиславович передал ульяновской области и рассказал почему не был допущен со своей картиной к владимиру путину точно такой же фильм такой же точно коробки мы передали президенту страны фильмы есть у нашего президента надеюсь что он увидит его и найдет время также как он видел брестской крепость 2010 году сожалению на встречу не пустили безопасность что я переболевший и у меня какие-то там антитела не понравились то есть жив у меня много но и осталось что такое вот но к сожалению не попал на встречу но думаю что это еще у нас впереди молодец лавров если бы своими глазами не увидел не поверил бы стоять им придется дольше чем мы рассчитывали работая над картиной занимаясь архивом министерства обороны я нашел своего погибшего дед который пропал без вести в народном ополчении и мы ничего о нем не знали а оказывается он строил низкий рубеж в сентябре месяце и погиб седьмого октября 40 километрах от линского рубежа а в день когда подольские курсанты зашли на рубеж я нашел могилу свидетельницу и 93 года она была девочки она помнит этот расстрел в этом месте они ранены и были расстреляны она помнит как это было этому а потом будет могила еще два дня дышала и нашел то место начал раскопки поставил по нобелиск а сейчас надеюсь мне разрешат поднять все останки до конца я должна оставаться здесь да но я все рассказала таков порядок так господа присяжные прошу вас а еще с антрепризным спектаклем в ульяновске побывала известная российская актриса театра и кино ольга хохлова она раскрыла секреты своей творческой профессиональной энергии которая позволила ей за 15 лет сняться в 36 фильмах и сыграть 138 ролей в сериалах все тебя есть желание то ты их исполняй потому что желание проходят а желание они как-то оттуда и поэтому тут очень сложно мне кажется найти какой то в этом есть та же вот загадка и секрет знаешь вот как например 90 песен написано по одним и тем же параметрам вот те же самые переходы гармонические есть какой-то там сюжет да есть например исполнитель замечательный есть там мажор и минор и так далее вот они по одним параметрам записаны а хитом становится одна из 90 или ста и критерии все одни и те же а хитом становится одна вот в чем это секрет вот я думаю что мне кажется что и человек также если он довериться вот какой-то такой вот высшей силе знаешь то она его поведет вот она ведет меня туда я даже я даже очень редко планирую я предпочитаю знаешь вот как бы степ бай степ вот что мне дает я ну вот моя высшая сила я вот так смотрю думаю ой как интересно единственное что вот это научиться делать не жалея ни о чем выбор знаешь когда вот тебе дано красное и белое ты думаешь боже мой мне так белое идет а красное меня освежит ну что вот делать ну как и вот отказаться от одного из этих цветов не дает вот как сказать мое желание иметь оба цвета да так вот надо научиться отказаться от одного цвета чтобы приобрести вот этот и вот мне кажется что самое главное научиться делать выбор без каких-то сожалений если вот сейчас сказать что оля если тебе любую роль предложат как бы опять там сыграть наверное нужно будет очень покопаться чтобы сказать ой вот эту я не буду роль играть наверное очень покопаться потому что если я берусь за роль то я ее полюбляю как бы понимаешь я еще в том вот персонажа которого я играю я еще то что меня манит то что во мне начинает звенеть бывают такие роли когда ты не можешь никак поймать или не хватает времени потому что сейчас же этот процесс у нас кинопроцесс очень очень стремительный мы лишены той роскоши которая была у советских артистов например у алисы френдлих или у ины чуриковой они имели возможность поработать над ролью порепетировать перед кино реже перед съемками с режиссерами с кино режиссерами все разобрать текст все отрепетировать сейчас этой возможности нет ты стать сейчас сам режиссер своей роли но если из ста процентов от снятого материала хотя бы десять процентов это то что я вот здесь у меня зазвенело и то что я поняла про героя то это я считаю уже победа на поле чудес в москву поздравляю привет леониду аркадьев очередное исследование показало что россияне теряют интерес к займам на подарки например в текущем году ко дню всех влюбленных такую суду оформили лишь полтора процента заемщиков против двух с половиной в прошлом году ну а пять лет назад напоминает нам аналитики доля желающих получить кредит ради подарков достигла пяти процентов при этом 80 процентов оформляющих займ на подарки направят на эту цель лишь 20-30 процентов от полученной суммы добавляют эксперты основными заемщиками которые оформляют займ к 14 февраля по-прежнему являются мужчины 60 процентов в качестве цели займа указываются романтические свидания цветы рестораны кафе также лидируют такие подарки как украшения парфюмерия и косметика на примере прошедшего не так давно дня святого валентина эксперты выяснили суммы которые готовы потратить люди на презенты так каждый второй назвал в качестве приемлемой стоимости подарка не более двух тысяч рублей еще 40 процентов россиян готовы потратить не более шпяти тысяч рублей на подарки ну и лишь только 10 процентов заемщиков готовы выделить большую сумму на сейчас пришла пора передать слово рубрики стиль которая возможно подскажет несколько бюджетных вариантов для подарков добрый день уважаемые телезрители с вами в студии анна это рубрика стиль сегодня с вами будем делать поставку подставку под горячее из джута сейчас очень модно использовать подставки для каждого гостя под горячее под тарелки что нам для этого с вами потребуется обычная подставка под горячее пластиковая в любом магазине можете купить тоненькая будем использовать ее как основу джутовая веревка у меня шестого диаметра я заранее подготовила небольшой кружочек это будет у меня подстаканник далее сматываем подготавливаем нашу джутовую веревку нам нужно сделать центр из нее с помощью термо пистолета закрепляем кончик и будем с вами сворачивать в улиточку его постепенно уже крепя к нашей основе и Продолжение следует... Вот такую вот улиточку мы подготовили, и теперь начинаем приклеивать ее к основанию. Получается, что клеем вы будете промазывать не саму желтую веревку, а именно основу, захватывая краешек веревочки, чтобы она приклеилась и между собой, и к основанию. Продолжение следует... Вот такая подставочка у вас будет получаться. Доводится до конца. В итоге у вас будет готов набор из подставки для тарелки и подставки под стакан. Спасибо вам большое за внимание. Это была Анна, рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. Мы тоже гость. Тоже с очень-очень интересной информацией. Почему здесь такое интересное сочетание творческого и технического? В общем, друзья, у нас сегодня в гостях Денис Ефремов, директор научно-образовательного центра «Точка кипения» УГТУ. Доброе утро, Денис. Доброе утро. И говорить будем сегодня, наверное, про образование. Про образование, про науку. И как это сейчас делать интересно, свежо, модно, современно, молодежно. Да-да-да. Нескучная наука совсем. «Точка кипения» – что это? «Точка кипения» – это новое образовательное пространство, которое работает на национальную технологическую инициативу. Это такое место в университете, куда студенты и даже жители города могут прийти и, например, пообщаться с интересными людьми. Пообщаться с какими-то федеральными экспертами, чему-то новому научиться, поработать в команде, поработать над своими проектами. Ну и самое главное – принять участие в наших проектах, которые мы реализуем. Вот так вот взял, ты и пришел. Какие проекты вы реализуете, чтобы знать, куда идти? Ну да, и вообще, как эти встречи? Анонсируются как-то эти встречи. Идеология «Точка кипения» заключается в том, что может прийти любой желающий. Просто взять и прийти. У нас нет закрытых мероприятий, у нас нет закрытых дверей. Все наши двери стеклянные. Даже если они там закрыты от какого-то шума, сюда можно зайти и послушать, поучаствовать. Не услышать, так подсмотреть. Доказательное мнение – это часть огромной экосистемы. Вот экосистемы НТИ, в совокупности мероприятий, направленных на технологическое развитие всей страны. «Точка кипения» в политехе – она одна из трех городских. У нас ульяновских три. И вот мы работаем на студентов, прежде всего, в первую очередь, учащихся технического университета. И наши проекты, они, конечно же, высокотехнологические. Вот самое яркое, что мы реализовали в прошлом году, что зашло нам гордо и интересно, это, например, мы проводили иммерсивное шоу «Цифровая ночь». Это когда, вот помните, фильм «Аватар» был? Там «Аватар» был в глубоком будущем, а у нас живые «Аватары» ходили в... Настоящие, да? Да, они наступили у нас здесь. Мы сумели показать более чем полутора тысячам людей в режиме реального времени интересные объекты, всякие лаборатории, мастерские, политеха. У нас было три «Аватара», которые ходили там с камерами на голове. Зрители могли видеть глазами этого человека, который передвигается. И плюс они этим человеком управляли. То есть они, по сути дела, являлись вот этими живыми «Аватарами» для зрителей. Это было очень интересно. С одной стороны, это было познавательно и развлекательно. А с другой стороны, люди не просто так ходили, перемещались по университету, по ночному. А в условиях пандемии это особенно было актуально, потому что мы не проводили массовых мероприятий. Эти люди решали какие-то квесты и задачи. А для решения этих квестов и задач им нужно было научиться новым цифровым технологиям. То есть мы одновременно ребятам дали возможность ознакомиться с какими-то не на поверхности расположенными объектами университета. Ну, например, мы были в лаборатории «Молнии» или мы были в лаборатории робототехники. Так мы еще ребятам дали возможность освоить новые технологии, которые помогли решать те квесты и задачи, которые были по шоу. Кто генерирует все эти идеи? Кто генерирует идеи? Вот я несправда сказал, что у нас стильно, модно, современно, молодежно. На базе точки ПНЛГТУ действует молодежный клуб «Цифромол». Этот клуб молодых управленцев, которые имеют амбиции к управлению проектами в новой цифровой эпохе, в цифровом мире. И мы более чем уверены в том, что нельзя стать управленцем по учебнику. Управленцем и вообще руководителем можно стать только на практике, надо научиться. Поэтому мы даем ребятам возможность прийти с какой-то идеей в клуб, в точку, ее проработать. У нас есть наставники, у нас есть курсы, у нас есть целая система НТИ, которая позволяет ребятам прокачаться и попробовать что-то свое. То есть это вот основная цель таких вот квестов, таких образовательных событий, мероприятий? Дать ребятам точку, где они могут это делать в максимально свободной атмосфере. У нас там нет большого начальства, у нас там нет каких-то жестких регламентов. У нас только единая просьба ко всем, это зарегистрироваться всеми лидерами ДИ, получить, ну, войти в экосистему, и, пожалуйста, приходите. То есть это студенты из разных университетов могут стать участниками? В нашем клубе... Да, и не только студенты, правильно же? Вообще, в точку кипения имеют право войти любой желающий. А если мы говорим чуть-чуть уже про клуб, то в нашем клубе не только студенты политех, а у нас, например, есть еще студенты ЛГУ. А в этом году клуб будет масштабироваться, мы еще подключим несколько университетов в регионе. Это вот мы делаем в нашей точке. И вы этим себе руководите? Ну, я не позиционирую себя большим начальником, я ставлю себя скорее в роли некого наставника, консультанта. То есть моя задача не стоять сверху и там... Статься товарищем. А помогать ребятам просто вот двигаться в нужном направлении и транслировать свой опыт для них. А есть какие-то ребят уже наверняка, которых можно назвать лидерами, да? Конечно. В сфере идей, каких-то рационализаторских положений. Наши ребята, ну мы же набираем будущих лидеров, то есть мы же ищем людей амбициозных, и к нам такие люди приходят. И очень отрадно, что они начинают юнировать собственные идеи и продвигать их. То есть не просто сказали о чем-то, поговорили и забыли. Они настойчиво, целенаправленно идут, двигаются там, как-то всех стимулируют работать, продвигают свои темы, интересы. И это здорово. То есть это вот рождается. Ошибочно полагать, что в слове цифромол, второе слово мол это магазин, это неправда. Мол это молодежь. Цифромол, цифра и молодежь. Вот какая игра. Интересная. Игра слов. Умный кампус. Что это такое, что за проект? Да, не просто кампус, а просто умный он. Здесь все взаимосвязано. Ну, университет — это большой организм. У него много систем. И точка кипения — это не какое-то инородное тело на территории университета. Это структурное подразделение, которое включено во все процессы университета. И так получилось, что мы стараемся быть на такой передовой. Всего нового, передового, инновационного, иногда непонятного, иногда неочевидного. Но мы стараемся в этом разбираться. Точка кипения является неким проектным офисом для реализации большой-большой университетской программы, которая называется «Умный кампус» и «Экосистема цифрового университета», которая стартовала с приходом нового ректора, когда Надежда Глебовна перешла из статуса ИО в статус полноценного ректора университета. Это вот примерно в одно время происходило. Программа заключается в реализации 22 инновационных проектов. Эти проекты разбиты на несколько категорий. Там есть классические технические проекты, ну, само собой разумеющиеся же технические университеты. Такие как, например, автодром. Это область, на которой будет происходить дальнейшая доработка беспилотных наземных транспортных средств. У нас есть такие средства, например, у нас беспилотная газелька, Кирилл Святов, лидер, утепная группа, которая этим занимается. Соответственно, этот человеку нужно зарабатывать. Нужен автодром, на котором эта машина будет ездить, распознавать знаки, разметку и так далее. Туда же входит, например, ветросолнечная энергостанция, которая будет не просто вырабатывать электричество, она будет стоять так на берегу, на мреве Волги. Она еще будет являться собой лабораторией, на которой студенты смогут осваивать. А что такое возобновляемая энергетика? Что такое энергия ветра? Что такое энергия солнца? А сколько ее? А почему она возобновляемая? Ну и так далее. Другим проектом можно выделить электрозарядную станцию для электромобилей. То есть это очень актуально. Тем более я уже вижу в городе без автомобилей. Были тоже у нас в гостях. Автомобилей. Они ездят по городу, это приятно. Другой проект, который мы уже реализовали, я назвал проекты, которые сейчас в стадии реализации, у нас есть реализованный проект. Такой проект как дронодром для беспилотных летательных аппаратов. То есть если автодром, он для наземного транспорта, то дронодром для беспилотников, которые летают. Какая может быть площадь, если он летает и где хочет летать? Нет? У нас столько-столько вопросов и тем, которые можно обслуживать бесконечно. Я понимаю, конечно. Я понимаю, конечно. Ну, беспилотники — это тема очень перспективная. Это не про развлечение. Это не только про развлечение. Ну да, не поиграть вот так вот на путь управления. Я имею в виду, что не хобби же какое-то. И это не только съемка. Не только на свадьбах и так далее. Дроны — это логистика. Это логистика, доставка от грузов в трудоступные места. Быстрая доставка. Это мониторинг, это наблюдение. А надежная? Я все время боюсь, что что-то спалится дальше. Технологии же развиваются. Дерево там выходило на пути. Я помню, что первые машины были на пару. А сейчас вот такие катаются. Все придет с одной стороны. А с другой стороны — это новый шаг. Это новое качество жизни. Это экономия средств. Это экономия времени. Мы можем применять дроны в сельском хозяйстве. Мы можем применять дроны в промышленности, в образовании, в спорте. Есть целая лига спортивных дронов. Дроны, на самом деле, не игрушки. Они могут летать до скорости 160 км в час. Ну, Денис, у меня вопрос такой может быть наивный. А вот в чем отличие реализуемого проекта и реализованного? Вот вы сказали, дронатром уже реализованный проект. То есть что, это как-то на потоке уже что-то, да? Какое-то производство? Ну, смотрите, проект, который реализуемый. То есть его начали делать. Например, ветеросолнечная инстанция. Нужно подготовить площадку, заключить договор с внутренним партнером, привезти оборудование, смонтировать, настроить. То есть это делается больше, чем за полгода. То есть это то, что сейчас в процессе делается. А дронатром мы сумели запустить за полгода. То есть мы площадку подготовили. Благодаря правительству Леновской области, агентству технологического образа Леновской области, мы закупили неправдимое оборудование. Это наземные инфраструктуры, это флаги, указатели, это система засечки, это транспондеры, это ветроуказатели. То есть мы создали прямо наземную экосистему для дронов. Сформировали команду, которая занимается. Нашли в городе спортсменов, которым это интересно, которые готовы летать. И не просто летать, а еще учить и показывать. Привели открытия, провели испытательные полеты. Сейчас выходим уже на субпроекты. То есть вот здесь большой проект Дронодром, а теперь мы выходим на проекты, которые будут реализовываться на базе этого Дронодрома. Это не только какие-то спортивные вещи. Это, например, школа юного пилота для деток, которую можно учить. Это фестиваль дронов в чудеса на виражах, чтобы показать людям, гражданам, жителям весь спектр, как это можно применять. Это не игрушка, это прямо полноценная малая авиация. Ну и там, в кавычках, конечно же, малая авиация. Хотим провести полноценный чемпионат по спортивному пилотированию дронов. То есть как люди надевают очки дополненной реальности и смотрят глазами дрона. То есть это не те дроны, которые мы опустили, пульт управления, и дрон завис. А это как маленький самолетик. То есть мы отпустили, и ручки напал. Поэтому отпускать не надо. Надо летать, выписывать виражи, проходить на скорости и так далее. Вот мы этим и занимаемся. В России к умному кампусу. Вот у нас есть технологические проекты. А есть проекты для города. Это так называемое общественное пространство. Делается мембриальная аллея, в которой можно будет погулять и приобщиться к тем подвигам, которые были сделаны нашими согражданами, с горожанами Второй мировой. Проектируется и реализуется новый бульвар вдоль Волги. То есть там уже будет не Косогор, а там будет красивое место для прогулок, для отдыха горожан. Проектируется умная площадка для наших любимых собачников. Чтобы собачкам было не просто там интересно побегать, а позаниматься. И причем это будет умная площадка. То есть там будут не просто снаряды для... Все, что делает технически... Умная. Это все умная, да, обязательно. Ну, как же умная. Да, просто так не бывает ничего. То есть с первой технологией, всевозможные съемки, показатели, параметров, какие-то прогнозы, какое-то ассистирование, что-то еще. Это общественное пространство. Мы, например, сейчас... А, вот еще один проект реализовали. У нас открыта смотровая площадка в университете на всем этаже. Можно подойти, ну, тоже при помощи органов власти Львовской области. Установлен бинокль. Можно посмотреть, что происходит на нашей промзоне, что происходит на индустриальной зоне, стенды, которые описывают. Плюс есть проекты, которые касаются здорового образа жизни. Реализуется это и велодорожка, и... Тоже наверняка умная. Ну, конечно, да. Спортивная трасса, мониторинг носимой электроники, точнее, носимая электроника для мониторинга состояния организма. Вот все делается и реализуется. Программа рассчитана на 20-е, 21-е, 22-е годы. И вот мы сейчас подходим к некой середине, и у нас есть полная уверенность, что мы все это сделаем. Я думаю, большинство слов зрителям даже непонятны были. Но они просто будут пользоваться... Обогащаемся, пополняем запас. Жить комфортно. А вот благодаря кому, вот вы теперь знаете. Зрители могут зайти в любой поисковик, в любую социальную сеть, вбить точки кипения в ЛГТУ, подписаться на наши социальные профили, вступить в наше сообщество, и там есть вся информация у нас. Кстати, не только... Если кто-то что-то недопонял, заходите на сайт точки кипения, углубляйтесь, да, ЛГТУ... Да, есть участниками, конечно, замечательных событий. Спасибо большое за познавательное утро, за школьную информацию. Больших успехов. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Денис Ефремов, директор научно-образовательного центра точка кипения ЛГТУ. Это «Утро с репортером», и мы продолжаем. В завершении утра хотим напомнить, что на льду физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» на верхней террасе продолжается турнир по хоккею с шайбой «Кубок героев» среди представителей силовых структур. Состязания посвящены памяти погибших воинов-десантников России. И вот сегодня последний день соревнований. Так что, если кто-то еще не определился с планами, милости просим на трибуны. Ну, а теперь все-таки заглянем в календарь и посмотрим, какие праздники сегодня можно отметить. С большим удовольствием смотрим. Сегодня, кстати, событий не так уж и много, Катя. Ну, к примеру, Кувейта отмечает свой национальный день в Таиланде. День радио, кстати, в Таиланде сегодня. А в Штатах сегодня день арахисов в шоколаде. И там же сегодня отмечают день знакомства девушек с инженерным делом. Ну, как интересно. Ты, Кать, с инженерным делом знакома? Ну, не то чтобы... Не думаю, что хотелось бы мне восполнить этот пробел. Хорошо, хорошо. Ну, хорошо также, что еще на нашем столе тоже никаких пробелов не предвидится. Благодаря партнеру программы салону «Цветы и штучки». Пропустили утро. Не беда программы нашего телеканала в любое время суток можно посмотреть на нашем сайте www.reporter73.tv Друзья, хотите поделиться своими праздниками или рассказать о знаковых событиях, всегда-всегда добро пожаловать. Не стесняйтесь, звоните по номеру телефона утренней редакции 30 50 73. Это утро вместе с вами встречали мы, Екатерина Мазурякова. Я Андрей Зафронов. До новых встреч. Пока. Новый телесезон. Репортер 73 и ОТР вместе с вами вступают в новый безвирусный сезон 2021. Ежедневно и круглосуточно. Мы рядом. Главные новости. Оперативно и точно. Прямые эфиры открыто и остро. Сезон головокружительных расследований, интересных проектов и зажигательных премьер наступил. Смотри. Репортер 73 и ОТР. Репортер 73 и ОТР.